Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Мы сейчас поговорим с вами про параличбелла. Очень такое распространенное заболевание, особенно вот сейчас мы с вами сталкиваемся с этими пациентами. Казалось бы, ну что тут можно сказать нового, актуального, но тем не менее, давайте разбираться. Итак, идиопатическая невропатия лицевого нерва, или по-другому называется параличбелла, это самый распространенный вариант остро развившейся мононевропатии. Что значит остро? В течение трех дней мы имеем манифестные заболевания. Это самая частая причина поражения лицевого нерва, ну и в целом где-то в районе 30 случаев на 100 тысяч людей в год. В основном это молодые люди от 15 до 45 лет. Если вы посмотрите по графику заболеваемости, основной период, когда мы встречаемся с этим заболеванием, это ноябрь-декабрь. Ну вот здесь еще представлены данные, что еще и летом часто бывает. Ну традиционно это весенний-осенний период, то есть это холода, какой-то период, когда люди находятся в таком гиповитаминозе, стрессе и так далее. Какая же и теология идиопатической невропатии лицевого нерва липараличбелла? Предполагается, что это реактивация вируса герпеса первого типа в области коленчатого ганды. Почему? Ну во-первых, мы можем обнаружить этот герпес более чем у 50 пациентов с невропатии лицевого нерва. Это первое. Второе. У нас есть экспериментальная модель идиопатической невропатии лицевого нерва. Так вот, когда она формируется и эти мыши отдают свою жизнь науке, то мы можем найти у них в коленчатом ганды капсиды вируса герпеса первого типа. Вот они как раз здесь представлены. Так этот герпес реактивируется и вызывает поражение лицевого нерва сам по себе. Второе. Он вызывает на себя атаку иммунной системы. И поэтому заболевание называется такое инфекционно-аллергическое. Какое влияние на качество жизни оказывает паралич Белла? Ну во-первых, если перед нами тотальная прозопоплегия. Прозопос это значит лицо по-гречески. И у нас есть лагофтальм. Формируется сухой глаз. Мы можем встретиться с проблемами глазного яблока. Собственно, с офтальмопатией. Но самая главная ситуация здесь чаще всего, с которой приходят наши пациенты, это, конечно же, косметический дефект. А он колоссальный. Предполагается, что невропатия лицевого нерва нарушает межличностные взаимоотношения, а также вызывает депрессию и социальное отчуждение. Более того, есть исследования любопытные по различным дефектам человека. Ну, например, ампутации конечностей, какие-то рубцы, спайки и так далее. Так вот, оказывается, что люди с параличом Белла вызывают негативные эмоции у других людей, а также воспринимаются последними как непривлекательные. Поэтому действительно, особенно для женщин, это заболевание доставляет очень мощный дискомфорт. Как мы лечим пациентов с параличом Белла? Ну, во-первых, у нас есть приказ Минздрава 2012 года об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи. Если мы посмотрим в клинические рекомендации современной невропатии лицевого нерва, то мы ничего не найдем. Наверное, в ближайшее время она, конечно, появится. Но пока ничего нет, кроме вот этих вот стандартов и некоторых общих таких рекомендаций в различных медицинских руководствах. Если мы посмотрим на приказ, то там найдем одну молекулу, о которой мы с вами сейчас будем долго обсуждать. Это эпидокрин, антихронистый разный препарат, который используется в лечении пациентов с невропатией лицевого нерва. Почему мы будем ее обсуждать? Потому что до настоящего времени неврологическое сообщество расколото на тех, кто любит препарат эпидокрин. И те, кто его недолюбливают, считают, что этот препарат не только бесполезный, но и вредный. Особенно у пациентов с невропатией лицевого нерва. Поскольку полагают, что на фоне приема этого препарата возникают расстройства восстановления такого здорового восстановления мимических мышц. И назначение этого препарата ассоциировано с развитием серьезных косметических осложнений, таких как, например, синкинезия. Поэтому у нас было проведено исследование, оно называлось Пеликан. По оценке эффективности и безопасности применения эпидокрина у пациентов с невропатией лицевого нерва, с параличом БЭЛа. Это открыто наблюдательное исследование. Критерий включения была паралич БЭЛа, а не включение. Это тяжелая дисфункция, тотальное поражение, потому что, если это есть, это пациент нейрохирургический. Мы должны обязательно такого пациента направить на консультацию нейрохирурга, для того, чтобы он спланировал у него пластическую операцию. Берут или же веточку малоберцового нерва, или же перерезают подъязычный нерв и сшивают его с лицевым нервом для того, чтобы восстановить иннервацию. Дальше противопоказания к приему эпидокрина, ну и другие особенности со стороны пациента, которые могут привести к невозможности оценки эффективности лечения. У нас была основная группа, это 20 пациентов, контрольная, это группа 15 пациентов, ретроспективные данные, те пациенты, которые не использовали в своей терапии препараты эпидокрины. Наблюдали мы этих пациентов длительное время достаточно. И базовая терапия включала глюкокортикостероиды, витамины группы В, пентоксиферин, это то, что у нас по стандартам. И плюс еще базовая терапия эпигликс. Еще раз, основная группа принимала, в контрольной группе были 15 человек, у которых были или же противопоказания к приему эпидокрина, или те, которые решили препараты эпигликс не принимать. Это были данные ретроспективные. Какие обследования? Ну, во-первых, классическая шкала тяжести поражения лицевого нерва, Хаусбрекман. Дальше, Вашболи. Многие пациенты с невропатией лицевого нерва говорят о том, что перед началом вот этой манифестной симптоматики они чувствуют боль в заушной области, которая иногда сопровождает их вот все течение заболевания. Дальше, шкала, которая называется ФЭЙС. ФЭЙС, любопытная шкала, она оценивает функцию мимических мышц. НМГ, конечно, у нас был. Дальше опросник синкинезии, то есть тяжести и вообще наличие синкинезии. И дальше, последним таким пунктом была потребность ботулинотерапии. Достаточно важный, на наш взгляд, параметр, потому что, допустим, у него есть в пациента какой-то вариант синкинезии. И дальше пациент может быть абсолютно безразличным. Говорит, ну да, какие-то расстройства есть, я абсолютно не имею к этому никаких претензий. Другое дело, когда пациент говорит, я хочу с этим что-то сделать, давайте думать. И тут, по факту, одно из таких базовых вариантов, один из базовых вариантов терапии является использование ботулинического токсина типа А. Почему Эпибрикс? Это сбалансированный ингибитор ацетилхолинэстераза. Вы знаете этот препарат, который влияет не только на холинэстеразу, но и на калевые каналы. И у этого препарата двойное действие. И центральное, и периферическое. То есть он влияет, в отличие от произведения, не только на часть нервномышечного синапса на уровне периферической нервной системы, но он влияет еще и на головной мозг. Использовали по 15 мг, 10 уколов дальше, переход на таблетки 20 мг в 3 раза в день. Давайте посмотрим на общую характеристику пациентов. Итак, у нас в основном были люди в районе 35 лет, преимущественно женщины, стаж заболевания в районе 2 дней, и помимо пореза, у части из них наблюдается боль в заушной области, сухость глаза, гиперакузия, изменение вкуса, некоторые сопутствующие заболевания, такие как отриарная гипертензия, эндокринопатия и мигрень. Наблюдали мы наших пациентов 6 месяцев, 3 месяца терапии, и дальше мы смотрели их в динамике через 6 месяцев. По шкале Хаус-Брекман, что важного мы получили? Важное было то, что первые 3 месяца никакого различия между пациентами основной и контрольной группы, по факту, не было. И там, и там пациенты хорошо восстанавливались. Однако, если посмотреть этих пациентов через 6 месяцев от момента дебюта заболевания, то оказывается, что средний баф по шкале Хаус-Брекман, еще раз, это шкала тяжести поражения лицевого, мимических мышц, тяжесть пореза и сопутствующие осложнения, то оказывается, что в основной группе больниц, пациенты, которые получали ИПИГРИКС, у них состояние было гораздо лучше, то же самое и по шкале ФЭЙС. Что касается динамики изменения НМГ-коэффициента, здесь степень тяжести 1, 2, 3, 1 это очень плохая, 3 это все достаточно хорошо. Опять же, мы видим, что к 6 месяцу у нас количество пациентов с отличным исходом в основной группе было гораздо больше, чем в группе контроля. В первый месяц никаких изменений мы не видели, значимых между основной и контрольной группой. Давайте посмотрим на сравнительный анализ общего балла по шкале САК, оценка синкенезии. Что оказалось? Оказалось, что количество синкенезии как в основной, так и в контрольной группе сильно не различалось. То есть уровень П, значимость различий была на уровне 0,002. То есть различия были незначимы. И там, и там были пациенты, у которых развились синкенезии. Но неважно, использовали ли они эпигрикс, не использовали ли они, частота развития этого осложнения была одинакова. Насчет необходимости проведения ботулинотерапии. В основной группе таких пациентов было четверо, в контрольной тоже четверо. Опять же, оказывается, что между обследованием группы больных на соответствующих визитах никакого различия не было. То есть и там, и там, неважно, принимал пациент, эпидокрин не принимал. Но количество больных, которым показана была ботулинотерапия, как по мнению врача, так и по согласию пациента, было абсолютно одинаково. Теперь давайте посмотрим на анализ значимости предикторов развития синкенезии. В чем тут смысл? Так, у нас была группа пациентов, и там, и там люди получали терапию. В основной группе плюс еще эпидокрин. И дальше в обеих группах у части пациентов развивается синкенезия. Наша задача была понять, а какие вообще факторы влияют на развитие синкенезии? Может быть, это как раз и эпидокрин влияет, и ПИГРИКС. А может быть, какие-то другие факторы. После статистической обработки данных оказалось, что только 4 параметра достоверно влияют или увеличивают риск развития синкенезии. Первый – это Балпаш Калихаус Брекман. На визите один. То есть тяжелое течение, тяжелое поражение лицевого нерва на этапе дебюта заболевания. Второе – Балпаш Калихаус Брекман через один месяц терапии, причем 3-4. Опять же, по сути дела, этот параметр говорит о тяжести изначального поражения. Пациент с невропатией лицевого нерва плохо восстанавливается, и через месяц мы не видим значимого улучшения. Третье – это тяжелая степень поражения ветви лицевого нерва по данным электронермиографии на визите один. Если первые два пункта – это Балпаш Калихаус Брекман – это субъективные параметры, то третье – это объективный параметр тяжести поражения. То есть, опять же, если у нас изначально тяжелое поражение лицевого нерва, то это является главными независимыми факторами развития синкенезии. И последнее. Сильная боль в заушной области или же на лице на визите один. Более 75 мм по 100 мм шкале вашей. Опять же, эта боль говорит о том, что перед нами тяжелое поражение лицевого нерва. Именно оно вызывает вот этот вот мощный дискомфорт, болевые ощущения. Ну, а где же антихринцеразные препараты? Вот они в самом низу. Смотрите, отношение шансов и значение П здесь не дотягивают до значимости. Да, может быть, это более значило, чем наличие мигрени или сахарного диабета у наших пациентов. Но в то же самое время это не влияет на развитие синкенезии. Ну, вот любопытно, смотрите, был такой параметр. Начало терапии более чем через 7 дней от момента дебюта тоже не оказало какого-то значимого влияния на развитие синкенезии. То есть, риск синкенезии зависит от изначальной тяжести поражения целого нерва. Какие выводы мы можем с вами сделать? Первое. Благоприятный прогноз восстановления функции мимические мысли в подавляющем большинстве случаев. Ну, сказать, что это прям наш такой вывод, который прям супер актуальный впервые за всю историю исследований пациентов с лицевым нерва, это неправда. Давайте посмотрим на исследование Энгстрома. Это исследование опубликовано в Лансерии в 2008 году. Как раз в этом исследовании было показано, что использование глюкокортикоидов, оно благоприятно влияет на восстановление нерва. Так вот, вот в этом исследовании Энгстрома, посмотрите, вот этот рукав с пренизолоном, плюс плацебо, зеленая линия. Плацебо плюс плацебо, это красная линия. По вертикальной линии процент восстановления, причем полное восстановление лицевого нерва. Посмотрите, насколько плацебо отличается от пренизолона. Не на много, буквально там на 15%. То есть добавление пренизолона к терапии пациентов с лицевым нервом позволяет дополнительно восстановить буквально в районе 15-20% функции лицевого нерва. Это говорит о том, что паралич Белла восстанавливается главным образом сам по себе. Борьба идет за людей с тяжелым поражением. Вот их нужно, тех, у которых тотальное поражение к нейрохирургам, тех, кого к нейрохирургам не нужно. Вот за них идет основная борьба, потому что остальные очень хорошо восстанавливаются сами по себе. И у нас видно, что как основная, так и контрольная группа достаточно хорошая восстановление через 6 месяцев. Второе. Эпидокрин улучшает восстановление функционических мышц и улучшает качество жизни пациентов через 6 месяцев от момента начала заболевания. Действительно, если мы сравним шкалу Хаус-Брэкман, ФЭЙС, степень тяжести по данным объективного исследования и электронерной миографии, через 6 месяцев от момента дебюта заболевания, мы с вами увидим значимое различие между пациентами основной и контрольной группы. Это говорит о том, что эпигрикс наиболее показан людям как раз таки с достаточно выраженным поражением лицевого нервного, потому что остальные восстановятся и так. Итак, эффект эпидокрина, еще раз, реализуется за счет двух механизмов. Первый – это периферический. Действительно, он стимулирует присинаптическое нервное волокно, увеличивает выброс ацетилхолина в синаптическую щель, уменьшает разрушение ацетилхолина, ацетилхолины стеразы и так далее. И второй центральный эффект, который был показан многими авторами, в том числе и у нас на кафедре нервной болезни было проведено исследование по оценке влияния молекул эпидокрина на увеличение образования мозгового нейротрофического фактора в головном мозге, перестройки картикальных центров головного мозга. Вот это любопытное исследование, оно было не по лицевой невропатии, не по невропатии лицевого нерва, а по посттравматической плечевой плексопатии. Тем не менее, оно в целом говорит о том, что головной мозг под действием эпидокрина перестраивается гораздо более эффективно, чем при естественном течении заболеваний. Дальше, применение эпидокрина не было ассоциировано с увеличением риска развития синкенезии, а также потребности бутулинной терапии. По шкале САК различий между группами не было. Что еще важно? Давайте сравним, какие предикторы были получены другими авторами, какие у нас. Ну, по большинству мы абсолютно совпадаем. Действительно, для того, чтобы у человека развились синкенезии, контрактура, пусть невритические, необходимо выраженное поражение лицевого нерва в дебюте заболевания, по данным клинического обследования НМГ. Это как раз то, что мы показали. Это высокое значение по шкалам Хаус-Брекман, дальше тяжелая степень тяжести поражения, по данным НМГ. Ну, вот здесь еще мужской пол, по данным литературы, считается, что тоже является независимым фактором развития синкенезии. Вероятнее всего, это связано с тем, что мужчины, ну, скажем так, менее комплоентны или менее привержены терапии. Для них лицо, ну, да, важно как бы, но многие, ну, восстановилось и восстановилось. Женщины же, они тренируются, занимаются ЛФК, активно стараются процесс реиннервации и восстановления ускорить. Для мужчин это не особо важно. Мы в исследовании это не получили, зато у нас был другой еще параметр. Это сильная боль в заушенной области на визите 1. Более 75 мм по ваш, независимый фактор. Опять же, говорит о том, что при нами тяжелая степень тяжести поражения. Ну, про мужской пол мы обсудили. Считается, что мужчины не особо любят заниматься своим лицом, особенно в гимнастику делать и так далее. И боль в заушенной области, да, еще раз сакцентировать, это фактор, который был получен в нашем исследовании, говорящий о том, что более высокий риск развития синкенезии. Уважаемые коллеги, мои 20 минут подошли к концу. Надеюсь, вам было любопытно, несмотря на то, что вроде бы такое избитое заболевание, на самом деле невропатия или целого нерва, паралич Белла или простудный паралич Белла является неким таким вызовом для специалистов. И несмотря на то, что оно вроде как хорошо восстанавливается, все равно вот эта борьба за оставшиеся 15-20% людей, у которых тяжелое поражение, она бывает очень суровой. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Игорь Николаевич.